Поклонение Не, они, наверное, может уже устали. Ладно. Хорошо. У нас еще будет... У нас же еще будет... Хорошо. Ну ладно, тогда я скажу вам причину, почему это так важно. Дело в том, что приближение к Богу... Кстати, если я... Когда... Когда пришли к Иисусу, приходили, вернее, к Нему, и Иисус обличал о том, что приносили дары. И... Как это называется, это слово, дар Богу, чем бы ты ни пользовался от меня? Карбан. 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 Что означает приближение к Богу. То есть, на самом деле, это и есть тот дар, который нас приближает к Богу. Это наше сердце. Это наш дух. Это то, с чем работает Господь. И... Чтобы нам возрастать в Нем, нам нужно возрастать в Духе. И только приближаясь к Богу, соединяясь с Ним, мы познаем глубину, мы познаем богатство. Мы познаем силу и славу того, который великий и непостижимый. И... Почему Писание так нас, ну, поощряет к этому и в Ветхом, и в Новом Завете? Святые Ветхого и Нового Завета знали, что присутствие Бога есть не просто хорошо, не просто приятно, а нечто сладостное, нечто непостижимое, что без чего просто невозможно обойтись. И... Я думаю, что только живя в присутствии Божьем, человек мог сказать, одного я просил у Господа, того только и ищу, чтобы мне пребывать в Доме Господнем во все дни жизни своей, созерцать красоту Его и славу Его. Не это ли же подобное, подобному, подобно этому, говорит апостол Павел, а мы, говорит, где Дух Господень, там свобода. Мы же открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, там, от Духа Господня. То есть, другими словами, мы никак не можем преобразиться в образ Господний, если, как говорил один проповедник, смотреть будем на носки своих туфель, только взирая на славу Господню, можно преображаться. То есть, слава Господня, она обладает мощной силой, которая воздействует на внутренность нашу, и именно слава Божья, она делает нас подобными Ему. Я вам хочу сказать, друзья мои, это суть Библии, это суть Нового Завета. Бог не только хотел иметь спасенных людей, это замечательно, спасенные люди, на самом деле, Он хотел иметь сыновей. И есть разница между детьми и сыновьями. Все мы рождаемся детьми, но не все мы становимся сыновьями. Младенец родился нам, но сын дан нам. И вы знаете, я просто думаю, что вы лучше знаете эти слова на еврейском языке, которые означают дитя, ребенок, да, который, да, в семье, который в Божьей семье, но сын, только те, которые вводимы Духом Божьим, суть сыны Божьей. Поэтому, скажем так, дети это хорошо, но этого недостаточно. Сыновья, вот ради чего пришел наш Господь Иисус. А как дети причастны плоти и крови, то Он также воспринял, Он и дабы лишить Своей смерти, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И знаете, друзья мои, вот эта сила смерти, силой смерти лишить силы имеющего державу смерти, который через всю жизнь держал в страхе, в рабстве людей. Это, в чем заключается это рабство? Не только грехи, да, само собой, это самое первое. Но, будучи даже избавлены от грехов, прощены, очищены, омыты, мы ощущаем еще некоторые узы, мы ощущаем некоторые места, которые нас держат. И нам необходима сила Божья, нам необходима откровения, нам необходима слава Божья для того, чтобы освобождаться от этого рабства. И, допустим, я знаю, как тяжело выходить из каких-то привычных рамок, привычных устоев и выходить за пределы той комфортной зоны или привычной зоны. Я помню, когда первый раз в 90-м году мы поехали в Прибалтику, в Тарту и попали на так называемую харизматическую конференцию. И когда там начали хлопать, танцевать, когда мы увидели сестер, в общем, косметика и все остальное, мне казалось, ну нет, это что-то не то. Ну вот, сестра, вы знаете, да? Как это, когда ты попадаешь в непривычную для тебя среду, кажется, что-то не то. Но знаете что? Ведь очень важно иметь Дух Божий, Дух Святой, который может отфильтровать и который может показать, что есть то, а что не то. Я подойду к тому моменту, к чему я хочу сказать. Я, в общем-то, верю, знаете, что даже имея проповедь, имея позицию, допустим, церкви, имея еще что-то четко установленное, и я верю, что Дух Святой имеет право менять так, как Ему угодно. Почему? Дело в том, что именно эти границы, пределы, которые установлены были людьми, они помешали принять в свое время нашему братству, в свое время, Таллиннское движение. И разделилось наше хваленое, подпольное, пятидесятническое, варенаевское движение на те, которые за благодать, и те, которые, они не говорили, что мы против благодати, но это было бы кощунственно, но оказалось, что на деле можно говорить одно, но не принимать. И разделили их что? Галстуки, кольца. Не, косынки одевали сестры. А, ну, имеется в виду, когда поснимали. Да, это другой вопрос. Вот, и это разделило, как это могло быть. Ведь, знаете, пришли 90-е годы, и вот мы возвратились к Сталина. Была у нас уже на то время небольшая группа, такой свободной, или, можно сказать, почти что независимой, но, к сожалению, стала снова зависимой. Вот, потому что пришли братья, и, в общем, кто за столом, тот и управляет процессом. Вот, и когда мы приехали, мы начали прославлять Бога, мы начали поклоняться Богу, так как, ну, в радости Вильям, я забыл, как его фамилия, Вильям, ну, ваш, да, родственник, да, Вильям играл на гитаре, там, братья Балуны молодые тоже, вот, мы начали хлопать. И вот все. Я заметил, собрание разделилось. Нет-нет, сидели все, слушали все, радовались. Некоторые радовались, некоторые печалились. Вот, но собрание внутри разделилось. Вы знаете, физическое разделение, оно не так страшно. Потому что мы разделились, как говорится, как в море корабли, и все, мы, самаряне с иудеями, мне сообщается, все нормально. А когда внутри разделение, война, война, почему? Потому что кипит разум возмущенный, знаете, потому что не согласен, но он не в состоянии изменить ситуацию. И потому, что происходит внутри осуждения. Возлюбленные, я должен сказать, что наиболее, на мой взгляд, распространенные проблемы, грехи, если точнее выразиться, в христианстве, вот таком протестантском, вот, пятидесятническом, харизматическом, таком, вот, направлении, самые распространенные грехи, или самые, не то, что распространенные, а самые сильные, влиятельные грехи, я вам назову только два. Может быть, вы мне, как вы думаете, вот, хотел бы спросить. Первое. Осуждение. Второе. Зависть. Ну, я бы не сказал, что он под номером два. Обида, непрощение. У меня есть целый, я семинар, если хотите, когда-нибудь я могу приехать с этим, вот. Ой, что я сказал? Вот. Так вот, хочу сказать, что это такие заклятые враги свободы, заклятые, просто... Вот, что христиане не могут так полноте радоваться. Ну, ладно, это уже другая тема. Так вот, знаете, вот мы приехали, и сразу братья сказали, увидели некоторые из тех, которые ездили в Талию, все, так, бросай, так, пойдем, сейчас начнем. Вот. Но, слава Богу, что были мудрые люди, которые сказали, нет, давайте будем молиться. Давайте будем молиться, и будем слушать, что Бог скажет. И мы молились. Мы проходили каждое воскресенье за час раньше. Это нужно было проделать через город путь, с одного конца в другой. Полтора часа с детьми мы приезжали. Во вторник молитвенное собрание, мы приезжали, служили. И где-то полгода, чуть больше, наверное, где-то месяцев семь-восемь, и было одно собрание, я не буду его рассказывать подробно, но, в общем, на этом собрании было понятно, что если сейчас не сделать выбор, то ты окажешься либо на замечании, либо на отлучке. Вот. Поэтому пришлось просто попросить, чтобы с миром отпустили, и слава Богу, что Бог дал мудрость старшим братьям, которые отпустили нас с миром. И, так сказать, мы пошли в свободное плавание. 90-й год. Должен вам сказать, что мы не привыкшие были, я лично, к евангелизации. Что это такое? Мы привыкли были к окопному служению. То есть, партизанскому служению. Как говорила сестра Вера. То есть, в лесу, где-нибудь в доме, да, помолиться, породеть. А вот выйти проповедовать. Ну, слава Богу, что помогли нам американцы и многие другие, которые привезли, которые привозили Новые Заветы. Я в чем говорю, что не столько они, может быть, учили, сколько... Если у тебя есть хотя бы штук 10 Новых Заветов, то ты можешь встать на ящик из-под овощей. Вот. У тебя к вечеру, если не церковь, то домашняя группа точно будет. Вот так вот. То есть, а Библию отрывались руками. Поэтому, в общем-то, все росли. В начале 90-х годов росли. Росли новые церкви, харизматические, баптистские, пятидесятнические. Росли белое братство. Росли кришнаиты. Потому что они тоже раздавали свою литературу в вакуум. В этот вакуум все, так сказать, поглощало. Спасибо. И вот мы начали расти. С самого начала у нас были замечательные братья-евреи, вот, с которыми было легко и просто. Да, он сказал правду. Вот. И были, естественно, как в любой церкви, это невозможно, чтобы не было, не было, все было гладко. Вот. Были какие-то несогласия были. Но, одна вещь, значит, с начала 90-х годов мы каялись. Честно скажу вам, я не понимал. Ну, каялись, да, конечно, надо каяться. Просить прощения, потому что проливалась еврейская кровь. Ну, естественно, нужно каяться. Но что это такое, я до конца не осознавал. Борис Олег Валентинович, вот, он даже более был евреем, чем Борис. Вот. Он так сильно на это как бы нажимал. Там еще ряд, несколько, некоторых людей. Ну, и, в общем, прошло несколько лет, и я уже говорил, Господи, дай каждому из них по церкви. Потому что я не могу измениться, я не могу стать таким, каким хотят из меня видеть такого и такого лидера. Ну, вы понимаете, я вырос, вообще-то я оригинально родился в баптистской церкви. В семье даже. В семье. В семье. В начале. А потом, потом пятидесятническая церковь. Это 15 лет уже, где формировалось мое мировоззрение, так сказать. И тут харизматическое движение, которое все перевернуло. Я еще не все, не во все въезжал. Моя жена, так она вообще сначала, она пугала все это, понимаете. Потому что, ну, там все было дико очень. Очень дико. Вот. То есть, кричали так, что падали там, портреты со стен падали. Кричали, рожали. Вам это не знакомо. А мы поехали в Тарту, а там рожали так, что там жена одного брата говорит. Так что они, слона рожают, что ли. Вау, вау. Шо це таке непонятно. Оно все такое новое. Нам было понятно, вот мы молись, читай Слово Божие, вот и все. А тут вот такие процессы, сложные, непонятно. Никто не может объяснить, но вроде надо. Ну и все. Ну, слава Богу, что Бог нас сохранил. Мы не попали куда-то в такую правую, ну, в одну обочину или в другую. Ну, 94-й год. Я должен сказать, что еврейский мессианский, вернее, еврейский фестиваль, вот так вот, с Джонатаном Бернисом, который мы провели во Дворце культуры Украины, он стоил, конечно, очень дорого. Я вам скажу, не денег, он стоил дорого, очень нервов, молитв и все так дальше. Потому что до последнего дня нам не давали разрешения. А дело в том, что годом раньше мы проводили Евровижн, вот, а там, ну, чуть тюрьму не посадили. Вот. И тут мы встречаемся уже с новыми, как бы, людьми и благословенный Левитас Михайлович, вот, в общем, замечательный человек, еврей, вот, который узнал о том, что это будет фестиваль, вот, он поднял на уши весь Киев, ну, все руководство. И мы встречались в кабинете. Правда, я чуть-чуть пропускаю, сколько, 4 года или 3 года тому назад, когда мы делали марш жизни в Киеве. Слушайте. Мы провели такую ходу, вот, вот, тем маршрутом, которым шли евреи, угол Дегтяревска и Мельникова, где вывесили там, как это, обращение, ну, в общем, собраться здесь евреям, там, документы, вещи необходимые, все. Вот. Мы прошли этой ходой до Бабьего Яра. Из трех мест, из других тоже стеклись туда. Да, вот. И вот в Бабьем Яру было вот это собрание, или, так сказать, я не знаю, это было служение такого памяти Бабьего Яра, вот, марш жизни. Вот. И были немцы, которые рассказали о том, как они это делали в Германии, вот. И, в общем, из украинских представителей был я и комендант Григорий Иванович. Вот. И он сказал слово. Ну, я чувствую, что нет, это хорошо, но этого недостаточно. И я сказал, вы знаете, там сидели, может быть, около ста, может быть, ну, примерно где-то так, евреи, ну, и часть из них еще выжили из, даже были представители, которые в Бабьем Яру были, вот, или из других концлагерей. Я сказал, дорогие, я прошу прощения за то, что в этом Бабьем Яру были наши соотечественники, которые принимали участие в расстреле евреев. Я прочитал книгу «Бабьем Яру» Анатолия Кузнецова, и у меня эта вся картина очень живо представилась передо мною, как, когда шли по направлению к Бабьему Яру по улице Мельникова. И эта женщина, молодая женщина Дина Проничева, хотя фамилия как бы не еврейская, но она еврейка была, вот, и она шла провожать своих родителей. И нужно было перевести одного пожилого еврея через дорогу, он попросил, доченька, пожалуйста, переведи меня на другую сторону, вот, и она взяла его, вела, и он спросил, вернее, и она спросила его, говорит, дедушка, как вы считаете, куда вот это ведут этих людей? Потому что все думали, что будут их отправлять куда-то там в Палестину или еще куда-то будут отправлять на железнодорожную станцию, вот, и вот этот, а, еще очень важно, что он слепой, слепой пожилой еврей, и он говорит, взял ее за руку и говорит, доченька, нас ведут, чтобы мы исполнили наш последний долг. И когда мы шли по этой улице, вы знаете, что-то внутри у меня, ну, как это сказать, это очень трогательно, я вам должен сказать, почему так важно для меня именно поклонение, приближение к Богу, потому что в Его присутствии мы ощущаем нечто лучшее, нечто глубже, нечто прекраснее, вот. Вот. Мы ощущаем как и радость, так и боль, но мы ощущаем ее так, как это ощущает Бог. Вот. И, вы знаете, вот, как будто это место ожило. И поэтому, когда я стоял перед этими евреями, я говорил, вы знаете, я осознаю, что нужно сегодня просить прощения. Я не знаю, может, кто-то до меня на том месте, кто-то просил прощения, кто-то каялся, но я считаю себя счастливым, что я мог это сделать. О, ты мне не... О, ты мне... О, ты мне не... О, ты мне... О, ты мне... Продолжение следует... Продолжение следует... Попросить прощения за то, что была пролита кровь, за то, что нашими соотечественниками... Конечно, я не мог от имени всей Украины, это может президент просить, но от той части нашей церкви, нашего объединения, тех пастырей, которые просили меня там, где ты будешь. Они знали, что мы объехали где-то 20 городов по Украине, где в разных местах... Я от имени вот этих людей просил прощения за... За пролитую кровь, за насмешки, за анекдоты, за пренебрежительные отношения, За все то унижение, которое пришлось перетерпеть... Вот тем людям... И я хочу и у вас попросить прощения. Я понимаю, что... Есть всему свое время. Но кто знает, мы завтрашним днем не обладаем. Кто знает, что может быть завтра. Поэтому нужно делать те вещи, которые мы можем делать сегодня. И я хочу просто преклонить колени перед вами и сказать, простите меня, простите наш народ, простите церковь, Которая тоже одобряла или равнодушно молчала, или способствовала, или не проявляла никакого действия, чтобы остановить это зло убийства, брата убийства. Поэтому прошу, пожалуйста, простите за... Вот это унижение и боль, которые пришлось вам перетерпеть, претерпеть вашим родителям и всем вашим близким и родным. Это не должно этому быть, не должно этому случиться. Но оно пришло. И я очень сожалею о том, что в этом принимала участие и церковь, не просто народ, но и церковь. Поэтому, пожалуйста, дорогие, простите во имя Иисуса Христа. Я знаю, когда мы были в Каменец-Подольском, в здании школы. Да, нам помогли из Хмельницка, кстати, из Хмельницка помогли, в общем, есть там Хесед, и я уже, честно говоря, я забыл председателя этого Хеседа. О, да-да-да, Ратушный Игорь, да. И он организовал нам по Хмельницкой области и в других местах, помог как бы организовать вот эти вот служения. И когда мы приехали в Каменец-Подольский, конечно, немного меньше было людей, но было достаточно много. И я встал на колени, я начал просить прощения. И я слышал по проходу, идет пожилой человек, очень уже пожилой человек, еврей. И он подошел и говорит, и что, вы хотите, чтобы я простил Шухевича и других, которые расстреляли мою семью? Вот, ну и там называл фамилии. Я понимал, что прощение – это дар. Его так нельзя легко сказать, я прощаю, потому что это что-то, что должно, понимаете, это из области благодати. Это не из области закона. Это то, что если оно есть, то его можно дать. Если его нет, то мы не можем дать, чего нет. Я сказал, да, я понимаю. Я не за это прошу прощения. Я прошу, если можете. Хотя, должен сказать, что... Беседовал я с некоторыми раввинами, они сказали, что это нельзя делать. Ты не можешь от имени кого-то. Пусть каждый за себя попросит. Я понял, да. Это только Новый Завет учит. Тому, что есть... Из-за Иисуса. Потому что Он не за себя, а за весь народ. Это только Новый Завет говорит о том, что кто-то может за кого-то просить, ходатайствовать, молиться. Да. Вот. И... Я помню, подобная же ситуация была в другом городе. По-моему... Как это называется? Старый Константинов, да. Вот. И точно такая была ситуация. И когда я просил прощения, поднялась одна пожилая женщина, тоже прошедшая еврейка, тоже прошедшая лагерь, ну, концлагеря, и она тоже потеряла всю семью. Но знаете, что она сказала? Она сказала, я прощаю. И Бог пусть простит. У нее не было никакого осуждения, знаете. Ее лицо было такое доброе, такое прекрасное лицо. Вы знаете, сегодня люди хотят как-то внешность свою, ну, поправить, знаете, как-то, чтобы выглядеть как-то по-другому. Но я должен сказать, что и есть великолепие, и есть красота в седине, и есть красота в этих морщинах. Знаете, там таится нечто глубокое. Потому что они не просто так пришли, не только от старости, но потому что что-то было в жизни, что оставляло шрамы, боль. И, ну, удивительно, в связи с этим хочу вспомнить такую замечательную женщину в Библии, которая именуется Анна. Знаете, когда ее соперница каждый раз огорчала, Анна не отвечала тем же, она только плакала. И та уже родила пятерых детей, а эта просила хотя бы одного ребенка. И вот это, знаете, вот ее песнь, она как нельзя лучше выразила состояние ее души, вот, в том, что она прошла вот этот путь, ну, минимум, я думаю, 10 лет, когда она хотела ребенка, а не его не имела, вот, минимум 10 лет, вот. Но все-таки она его получила. И хочу сказать, что вот в чем ее красота, что та огорчала, а эта плакала, но не от злости. Знаете, не от злости, не от того, что вот, ну, придет время, ну, или я, или кто-то тебе отомстит. Она выплакивала свою печаль. И я должен сказать, что в этом есть глубина. Когда мы умеем, умеем, мы должны уметь и радоваться, и уметь плакать перед Богом. Так, чтобы не оставалось печали, не оставалось боли, не оставалось обиды, вот. Чтобы это отдать Богу. Знаете, в этом есть очень глубокие, глубокие вещи, что когда мы научаемся все отдавать Богу, и наши печали, и наши радости, и наши победы, и наши неудачи, когда мы знаем, куда их принести, и знаем, кто способен нас выслушать, способен понять, погладить, сказать, да, я понимаю. Я понимаю, через что тебе приходится приходить, переходить. Помните свидетельство сестры Веры? Что тому человеку, который в видении был, или в духе был на том месте, где три дня они, или сколько больше там, уже были голодные дети, вот. И он хотел чем-то помочь, но остановил Господь и говорит, нет, им надо это пройти, потому что когда придут к ним люди, у них будет что сказать им, потому что вам нужно пройти кое-что. Утешение, вы знаете, невозможно дать, если ты не понимаешь состояние человека, если ты не побывал в его шкуре, если ты не прочувствовал эту боль и это страдание. Единственное, может только Господь каким-то ему одному известным способом прикоснуться и дать утешение и вместе с тем исцеление. И я хочу сказать, дорогие мои, что 94-й год, вот возвращаясь уже к 94-му году, три дня был потрясающий фестиваль. Мы собрали где-то три тысячи карточек, три тысячи карточек, которые заполнили евреи. И когда мы встречались там с Джонатаном Бернисон, он задавал вопрос, а как, что дальше? Я говорю, не знаю, мы помогаем, мы служим, а что дальше, не знаю. Ну, нужен здесь кто-то пастор, который бы дальше вел эту церковь, или общину. Ну, я говорю, я знаю только одного, Бориса Сауловича. Правда, это сейчас он Борис Саулович, на то время он был просто Боря. А я вам должен сказать, что до 94-го года я был просто Толик в церкви. Да, потом вдруг стали величать Анатолий Петрович, там, все такое. Ну, и Борис Саулович Боря, он не соглашался, это все дело закончилось. Он улетел в Израиль молиться, отполчать откровения. А Джанатан Бернис последний день объявил, значит, следующее собрание будет на Львовской площади, там, та-та-та-та-та-та, то есть, в общем-то, место, где мы собирались. Ну, и не вся эта масса, ну, одна треть пришла туда. Зал был заполнен. И мне нужно было проводить первое собрание, уже не фестиваль, уже не Джанатана Берниса нет, уже не певцов, музыкантов, которых он привозил, уже никого нету, Клименко нету. Вот. Ну, мы там что-то спели, я уже не помню. Я вышел и открываю Библию и начинаю проповедовать на любимейшую тему для евреев. Крест, распятие, все так, как положено. Ну, пока же привести людей нужно к покаянию. И тут еще на сцену выскакивает благословенная сестра Леонтина Семеновна, еврейка, такая настоящая. Она выбежала на сцену и чуть ли не на себе начала рвать одежды. Это мы распяли Иисуса. Все. Это был последний гвоздь в крышку гроба. Евреи один за одним дружненько начали выходить не по одному, рядами. Я, наверное, испытывал сильнейший конфуз. По крайней мере, на то время я еще такого не испытывал. Все, приехали. Что же я не так сказал? Я же Евангелие говорю. Ну, короче... Ну, короче... В общем, приезжает Боря, откровения не получил, а этих людей мы уже растеряли. Что делать? Ну, пришлось, конечно, уговорить его. И он еще где-то год обижался на меня, что его женили без его согласия. Я имею в виду на общине. Но следующий год, это был в 94-м, в 95-м году, был мессианский фестиваль в Одессе. Правда, я там не был. Но были наши. Молитвенная группа. Вот. Были, молились. И сказали, что по молитвенному такому, молитвенной подготовке, похожего нигде не было. Вот там приезжали какие-то знаменитые пророки еще. Вот. Ну, и когда Боре дали один за другим пророчество, то он согласился, что это была не ошибка, а это так надо было им пройти. Вот. Ну, конечно, мы не обидели Бориса Сауловича. Мы отделили танцевальную группу. Человек 30 мы благословили. Правда, он тоже был потом разочарован, что это не те люди. Вот. И все. Ну, какие были таких далы. Вот. Танцевальная группа. Все, да. Конечно, танцевали. Вот. Ну, большинство из них евреи. Да. Они себя вдруг идентифицировали. Правда, потом повально вдруг начали искать свои корни, еврейские корни. Все. И начали переходить. Ну, не скажу, что повально, но где-то начали исчезать. Ну, и что, мы их благословляли. То есть, мы понимали, что это все равно наше, оно никуда от нас не уйдет. Ну, и знаете, прошло несколько лет свои события, свои трудности, свои победы какие-то там. И вот 2001 год. Молитва в том же на Львовской площади. Молитвенный вечер, молитвенное служение. Группа прославления спела какую-то песню, несколько песен. Вот. Села в зал. Вот. И я вышел на сцену, взял микрофон, и я так иду по сцене. Вот. И пока я встал за кафедру, я посмотрел на людей. И знаете, бывают люди в духе. Ну, так они думают, что они в духе. Непонятно, в каком оно состоянии, но вижу, что что-то не то. Я говорю, люди, вы знаете, я вот смотрю, и я вижу, что каждый из вас как-то озабочен собой. Своими трудностями, своими какими-то болями, своими проблемами. Но. А вот дальше у меня не заготовлено было. Ибо, знаете вы, и повисло. И вдруг приходит продолжение этой фразы. И оно явно пришло не от меня, оно пришло с неба. Но знаете ли, я говорю, есть боль в сердце отца о своем народе, об Израиле, что уже две тысячи лет, а большинство из них не знают своего спасителя. И когда я сказал, договорил эту фразу до конца, внезапно сошел Дух Святой. У нас такая стеклянная, из артикла такая кафедра, я там сполз на колени, и все люди в зале, ну, насколько я мог видеть, впереди тоже стали на колени, и до конца этой молитвы мы уже были на коленях. я до сих пор не могу объяснить, что это было. Я могу предположить, что Бог Отец позволил прикоснуться по своей великой милости как бы к своему сердцу, чтобы чуть-чуть раскрыть его, какой любовью он любит свой народ. и это вот это маленькое такое вот как бы прикосновение, этого было достаточно, чтобы просто сползти на колени и понять, Боже мой, а сколько же там оставшейся любви, которая хранится там, если только это капля, и уже внутри что-то возмущается, уже что-то сокрушается. и я потом, это тогда только, по-моему, начинались ретриты, я не помню, тогда был Валентин или нет, но на какой-то из них я приехал, вот, я поделился с Борисом, там Давид Левин, по-моему, был еще кто-то, вот, я поделился вот так, сказали, о, это очень интересно, расскажи, ну, я рассказывал. Потом был мне сон, я не знал, что с этим делать, то есть, как бы, ну, служить, понятно, что, ну, молились, мы молимся, еще чем-то, ну, что-то помогаем, вот, общине помогали, что еще, не знаю, и тут вот сон такой был, как будто такая площадь, вот, ну, братья, которые в армии служили, утренний развод, вот, и на этом утреннем разводе зачитывают список, и я, не объявляют, что это за список, просто зачитывают имена солдат, фамилии, вернее, солдат, вот, и я знаю, что формируется отдельный отряд для служения евреям, и я, я знаю во сне, что я должен быть в этом отряде, но мою фамилию не зачитали, и я вышел со строя, в солдатской форме, вышел со строя, подошел, почему-то женщина зачитывала этот список, я взял у нее, не, вернее, я сказал, вы знаете, вы пропустили мою фамилию, она так посмотрела, не нашла, я говорю, ну, дайте мне этот список, ну, несколько листочек, формат А4, вот, такая подкладка еще темная, вот, я посмотрел, ну, на первом же листе, буквально, вот, на первом листе, моя фамилия, Гаврилюк Анатолий, ниже Екатерина, то есть, это моя возлюбленная жена, вот, таким образом, мы зачислены в еврейский батальон, ну, я не знаю, какой там, в отряд для служения евреям, вот так вот, лучше сказать, вот, и, еще прошло несколько лет, я, правда, поехал в Крым, уже, все уже, да, пора, просто маякните мне, потому что нет у меня часов, ага, поехал в Крым, там, рукоположил одного нашего брата, для, тоже еврея, для служения, мессианская община, ну, и так, уже начали более тесно, с Борисом, с Олегом, с другими, вот, где-то встречаться, где-то обсуждать вопросы, вот, но, прошло, еще какое-то время, и у нас был инкаунтер, может быть, кто-то знаком с этим явлением, это, хорошее, благословенное дело, но, это, знаете, как острый нож, если он попадает в руки детям, то там много беды, или огонь, ну, у нас был и, и огонь, и все, что было, вот, но, хочу вам сказать, что всего этого я не расскажу, замечательную вещь, которую мы там пережили, что мы просили прощения за папу, за маму, вы не поверите, я просил прощения, ну, играл роль, так скажем, насильника, да, женщина приехала, я не знаю, с Германии, или, ну, с Европы где-то, или Италии, вот, она приехала на инкаунтер, а, и, когда она рассказала свою историю, сколько раз ее насиловали, и при каких обстоятельствах, это жутко, это жутко, и муж ее, в том числе, тоже, и, она не могла простить, мужчин, она не могла простить, свою мужу, и всех этих насильников, вы знаете, я молился, я просил, меня позвали, сказали, все, пастор, давай, я никогда в такой роли, как сказать, боже, ну, ты что-то делай, знаете, я так положил руку, я склонил колени, я начал просить прощения, 10 минут, было визга, истошного вопля, и, наверное, весь-то там санаторий, где-то арендовалось, он слышал это, 10 минут, выходила боль, слава Богу, эта женщина освободилась, но, когда, пришлось быть на одной конференции, в Кировограде, и вот, наверное, вы слышали, там, такое имя, Дэн Слейт, вот, он проводил эту конференцию, и там были пастыря, и он рассказывал о том, как несколько времени тому назад, он приехал в Украину, вот, служение, Торонто, там, и так дальше, и говорит, когда мы уезжали в Украину, Дух Сатои, дал нам откровение, вот этого младенца, как бы привести его, сюда, и мы, говорит, служили 7 лет, и сейчас мы уехали обратно, в Канаду, и вот Дух Святой, говорит, дает мне, слово, чтобы я передал, этого младенца, и он поворачивается ко мне, мы, так сказать, стояли впереди, я думаю, ну, нет, это что-то не то, и он плачет, вот так вот перед людьми, он вообще-то такой, не улыбается больше, чем плачет, вот, и передает, этого младенца, так, как бы духе передает, я думаю, что же с ним делать, как это, непонятно, мы приехали в Киев, и приехал наш друг, с Америки, пророк, и я ему рассказываю историю, вот примерно, вот где-то как вам, но чуть-чуть, может, шире, рассказываю историю, я говорю, вот я приехал, мне дали ребенка, младенца, а я не знаю, что с ним делать, и меня тут прорезает, это же младенец, это любовь отца, потому что на самом деле, Торонто, это не сколько смех там, не сколько там другие, это любовь отца, самое драгоценное, что в нем там было, в этом движении, это любовь отца, и я говорю, Рик, я теперь понял, нужно нести любовь отца евреям, вот с этого началось, служение по этим городам, мы проехали где-то 20 с лишним городов, это был Крым, это Хмельницкая область, это Сумская, это Шип, Черниговская, ну, в общем, во всех тех местах, где нас как-то принимали, где мы могли договориться, вот, и на каждом месте, вот, я вам должен сказать, что я не могу повторить, это уже не то, даже то, что я сегодня встал на колени, я уже понимаю, что это не совсем то, потому что и вы, немного другие, вот, а там мы собирали именно Хесет, то есть еврейскую общину, это не была мессианская община, это были просто, ну, скажем так, светские евреи, вот, но каждый раз, каждый раз, это было уникальное переживание, потому что это что-то было, то, что Бог сотворял, то, что Бог сотворял, и я помню, в Крыму, я уже заканчиваю, в Керчи, Керчи, когда вот это было собрание, и там женщина, председатель еврейской общины, она очень не хотела этого делать, она как-то с трудом вообще собрала, была жара, вот, но она все равно собрала, я не знаю, что, что как бы побудило ее, но она собрала, и потом в конце она задает вопрос, ну что, дорогие, вас не разочаровали? И поднимается один пожилой, тоже пожилой еврей, он подходит ко мне, там, к нам вот вперед выходит, и говорит, вы знаете, никогда в жизни никто у меня не просил прощения, никогда в жизни. Я должен сказать, дорогие мои, что на самом деле в Боге сокрытое сокровище, мы это знаем, но хотелось бы мне знать, и я верю, что каждому из вас хотелось бы знать не просто, где это написано, не просто знать, что мы это знаем, а переживать это, потому что мы с вами все люди, может быть, не каждый пройдет, не каждому уготовано, я не знаю, там, печь, или голод, или что-то еще, но то, что нам уготовано, боль, слезы, разочарование, в этом нет никаких сомнений, и вы знаете, какое счастье, какая радость посреди вот этого безнадежного такого состояния, посреди всей этой боли, посреди всей этой разрухи, обнаружить его там, оказывается, он там, иегова шама, он там, там, где мне непонятно, там, где больно, там, где тяжело, там, где так хочется, чтобы кто-то обнял, еще последний фрагмент, я верю, что это очень ценно, я когда-то слышал одну проповедь, и вдруг Святой, Дух Святой оживил эту проповедь, когда мы хоронили жену одного пастыря в Киеве, я знаю эту историю, я не буду называть его имени, но я знаю, что некоторые из вас знают, хотя, в принципе, никакой тайны нет, Вадим Уруймагов, вот, его жена Инна, мы очень были, ну, и он на глазах, это у нас друг к другу, мы начинали служение вместе, вот, и вот его жена умерла, где-то 4 года тому назад, заболела раковая опухоль, опухоль груди, и после одной поездки, это уже даже больше, после одной поездки они пришли, мы как-то встретились, и Вадим сказал, так и так, пастор Анатолий, молитесь, конечно, мы будем молиться, потом мы встретились у них дома через месяц, чуть больше, боль усилилась, потом еще спустя, то есть, где-то в общей сложности полгода эти були не прекращались, она не принимала обезболивающие, она молилась, были, говорит, месячный пост, сорокадневный пост, месячный, двухнедельный, ну, в общем, были сплошные посты, церковь молилась, мы консультировали, все, и вот последняя встреча, послушайте, последняя встреча, мы встречаемся, она говорит, вы знаете, а мне уже ничего не страшно, я готова идти на небо, вначале было страшно, я готова идти на небо, но я хотела, чтобы явилась слава Божья, я хотела, чтобы, поскольку мы молились, чтобы народ укрепился в вере, ради этого я не принимала обезболивающие, хотя, говорит, боли ужасные, и так Бог ее не исцелил, и на похоронах мне пришлось говорить проповедь, еще три дня ее не хоронили, ожидали, что Бог воскресит из мертвых, вы исчерпали все возможности, и пришлось хоронить, и я думаю, Боже мой, а что сказать, церковь молилась, дети, трое детей, родственники, друзья, из Америки, там много знакомых, молились, что сказать, и вы знаете, Бог дал одно такое слово, из той проповеди, которую я услышал, два места, они похожи, Луки, по-моему, 22 глава, и Иоанн Матвея, 26 глава, эпизод, Иисус в Гефсимании, молитва в Гефсимании, трижды, он отходит, и возвращается к ученикам, и находит их спящими, и молится, отцу, отче, если возможно, доминует меня, чаша сия, но прочим, не как я хочу, а как ты, и, когда он возвращается к ученикам, он находит их спящими, я не знаю, знакомо ли вам это чувство, но мне это очень, да более знакомо, когда ты выходишь на сцену, ты берешь микрофон, или должен взять микрофон, а у тебя вообще ничего нет, более того, я помню в начале церкви, каждое служение, как будто тебя подняли на штыки, и несли на собрание, и только полтора-два часа перед собранием, и это все уходило, два года, такое было ощущение, когда ты вообще ничего не имеешь, когда просто впиваются силы, демоны, бесы, после обеда, если будет время, я хочу немножко об этом продолжить, да, и, а он не пришел, вы знаете, я называю, что такое вера, вера, когда ты уже не можешь, а он еще не пришел, и вот, все, и не просто ты не можешь, а ты вообще не можешь, ты просто ничего не можешь, и еще, кроме того, впиваются эти силы, знакомо? так вот, вот он возвращается, и хочет иметь поддержку, ребята, братья, не могли ли вы один час бодрствовать? вы знаете, являлся ангел, укреплял, и вот, евреям 5 глава сказано, в одни плоти своей, с великим воплем, и со слезами, он вознес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и был услышан, за свое, благоговение, вы слышите? не, друзья мои, я думаю, что нам нужно еще услышать, много-много раз, что это значит, быть услышанным, за свое, за свое, за свое, благоговение, это искушение, которое, миллион, миллиарды, может быть, раз в секунду, оставить все, оставить все, оставить все, но ради него, слышите? даже не ради меня, не ради нас, хотя это так, но ради него, ради отца, он не ушел, и пришел ангел, и укреплял, и был услышан, был услышан, молитва была вознесена, была услышана, была отвечена, ангел приходил, укреплял, и мы с вами, однажды, вознесены, в новых телах, а пока это, пока это придет, нам нужно еще что-то пройти, еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал, поэтому, пусть Бог благословит вас, спасибо.